Здравствуйте, мои хорошие! Перед вами ознакомительный фрагмент аудиокниги. Ссылка на полную аудиокнигу в описании под видео. Перейдя по ссылке, вы сможете скачать книгу, прослушать ее онлайн или получить книгу в текстовом виде. Например, в FB2 формате. Приятного вам прослушивания! Екатерина Островская, с тобой мне не страшно. Когда предсказание сбудется Новая книга Екатерины Островской, с тобой мне не страшно, пожалуй, напоминает классический готический роман, но в современных декорациях. Во все времена красота, богатство и неопытность юности привлекают к себе темные силы. Это роковое сочетание возбуждает и провоцирует злодеев растоптать красоту, присвоить богатство, получить власть над целым светом. Вокруг невинной жертвы плетется паутина, и невидимый мир у паук, притаившийся неподалеку, проворно опутывает клейкими нитями весь мир, постепенно и незаметно превращая его в кокон, из которого уже никак не выбраться. В ход идет все. Магия, предсказания, ложь настолько искусная, что ее подчас почти невозможно отличить от правды. Подобные романы — серьезное испытание для автора, своеобразная проверка. Сумеет ли он выдержать готику, повествование до самого конца? Сможет ли заставить поверить в правдивость происходящего? Ведь в конце концов не так важно, было ли привидение в замке, важно, верит ли в него читатель. Как это получилось у Екатерины Островской, судить нам. Но автор постарался на совесть. Может показаться, что Варя Синицына родилась под счастливой звездой. Она умна, молода, ослепительно хороша собой и, как недавно выяснилось, весьма состоятельна. И даже в ее не слишком насыщенной личной жизни всего-то роман с блистательным актером-американцем и юристом-индусом вдруг наметился коренной перелом. Однажды таинственная гадалка напророчит Варе романтическое приключение, и предсказания сбудутся. Самое загадочное в новом избраннике, который еще только должен появиться, он вегетарианец, как утверждает гадалка. Это прямое указание, и, встретив вегетарианца, Варя понимает, что встретила свою судьбу. Варину судьбу зовут Андрей. Он не только вегетарианец, как было предсказано, но еще и очень обаятельный и предприимчивый человек. День свадьбы приближается, а события развиваются стремительно и угрожающе. Люди из ближайшего окружения Варе начинают погибать, отец оказывается поражен смертельной болезнью, а сама она вдруг узнает, что сказочно богата. Словно героиня легенды о короле Артуре, прекрасная Гвенерва Варя Синицына оказалась заточенной в башне отвратительным и жадным до богатства и власти злодеем. Ей неоткуда ждать помощи и не на кого опереться. Осталась последняя надежда — верный и благородный рыцарь. Он не актер, не юрист и даже не вегетарианец. Он самый обычный человек, которого, собственно, Варя не слишком занимает. Он хочет отомстить за смерть друга. Он выручит Варю из беды, но и ей самой придется побороться. И ставка в этой битве — жизнь. Как и в классическом готическом романе, победа, которая одержит героя, станет полной и безусловной. Болезни будут исцелены, смерть попрана, любовь обретена. А что еще нужно для чудесного времяпрепровождения с книгой? «С тобой мне не страшно». Глава первая Странное оправдание незамужних молодых женщин. Сначала карьера, а потом семья. Вполне возможно, что наличие мужа кому-то мешает подниматься по служебной лестнице, перескакивая сразу через пару ступенек, особенно когда начальник горит желанием продвигать привлекательную сотрудницу. Но тогда получается, что все непривлекательные давно замужем, а на работе ими руководят длинноногие сексапильные красотки в мини-юбках. Конечно, это неправда. Находятся все же и такие девушки, которым удается совмещать бескорыстную любовь и успешную карьеру. Они ничем не жертвуют, работают и живут окруженные уважением и обожанием. А некоторым везет сразу, потому что родились они в удачное время и в удачном месте, то есть в семье, которой никогда не приходилось бороться за выживание, поскольку ее голова поднялся так высоко, что для дочери вопрос, что первично карьера или любовь, не должен стоять вовсе. Выслушать все это от лучшей подруги Варе не очень-то и хотелось, но Жанна не часто заводила разговоры на эту тему, может быть, так откровенно заговорила вообще впервые, но понять ее можно. Подруге уже двадцать шесть, она не замужем, и с карьеры у нее тоже не все складывается удачно. Однако романы у нее были, и даже сейчас у Жанны кто-то есть. Правда, о своем молодом человеке она особо не распространяется, вероятно, боится сглазить. Но что она не одинока, видно невооруженным глазом. А может, и там не все гладко, иначе Жанна говорила бы о будущем замужестве, о любви, познакомила бы Варю со своим избранником. — Тебе проще, — продолжала подруга. — Тебе все на блюдечке с голубой каемочкой подали, а мне приходится добиваться всего самой. И это было не совсем правдой. То есть, вполне вероятно, она добивается всего сама, но ведь нельзя забывать, что лет пятнадцать или двенадцать тому назад, когда они учились в одном классе, Варя Синицына ничем не отличалась от других одноклассниц. Жила с папой и мамой в обычной двухкомнатной квартире в серой блочной девятиэтажке. Из окон открывался довольно унылый вид на точно такие же девятиэтажки, в которых были такие же квартиры и обитали такие же люди. И всем этим людям уже тогда было немного обидно, потому что уже появились совсем другие личности, которые жили намного лучше, но увидеть их в окно или случайно встретиться с ними в вагоне метро было невозможно. И в школу отпрыски любимчиков удачи не ходили. Конечно, они где-то учились, но не ходили в свои учебные заведения, а приезжали на автомобилях с водителями и охраной. А были и такие люди, которые отправляли своих детей получать роскошное образование куда-нибудь подальше от блоченных советских домов, с неприглядными видами из окон, например, в Швейцарию или в Англию. Папа Варри был самым обычным человеком, хотя и трудился в какой-то фирме главным бухгалтером. Предприятие его было небольшим и платили ему немного на жизнь, вернее, на пропитание хватало, но телевизор был старый, машина древняя, мебель скрипучая. Мама тоже работала в совсем уже малюсенькой фирмочке, которая занималась реализацией всякой канцелярской продукции, но и здесь дела шли не блестяще. Поэтому мама часто спрашивала мужа, не намечается ли у него какой-нибудь премии, ведь у них дочка растет, и ей надо что-нибудь купить, новое пальто, например, или джинсы. В ответ отец обычно молча пожимал плечами, но через день или два деньги все же находил. Говорил, что перехватил до получки у коллег по работе. Удивительно, что в его коллективе были такие щедрые и не очень бедные сотрудники, которые могли себе позволить давать в долг к главному бухгалтеру. Однажды за ужином мама попросила денег на леггинсы, не для себя, разумеется, а для Вари. Отец, как обычно, пожал плечами, а когда допил свой чай, спросил дочку. — Как у тебя с английским языком? — Нормально. Вообще-то по языку я лучшая в классе. Папа кивнул, поднялся, и уже выходя из кухни, объяснил, что есть возможность поехать учиться в Англию. У него появился знакомый, который готов оплатить обучение. У Вари перехватило дыхание. Но по-настоящему обрадоваться она не успела, потому что взглянула на мать, та сидела бледная и неподвижная, словно была парализована этим известием. А потом, когда Владимир Викторович вышел, мама также, не шелохнувшись, начала плакать. Слезы текли по ее лицу, и она не пыталась их унять или скрыть. — Он сошел с ума, — прошептала она. И тогда Варя тоже заплакала от жалости к папе. Какая Англия, какая учеба, если даже на леггинсы денег нет. Но все оказалось не так. Вскоре из Бристоля пришло письмо, в котором был вызов на учебу и рекламные буклеты школы Бонбинтон. Варя читала и тут же переводила маме то, о чем и мечтать не могла. Школа-пенсион для девочек существует почти два века, много звездных выпускниц, премьер-министр Индии Индиры Ганди, популярная писательница Айрис Мердок, актрисы, журналистки, адвокаты, экономисты и, разумеется, жены очень многих влиятельных мужчин. Когда Варя поделилась новостью с лучшей подругой Жанной Сушковой, та почему-то не очень порадовалась за нее, а потом и вовсе перебралась на другую парту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова